МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2005 году в Казань прибыл патриарх российский Алексей II. Он встретился с президентом Татарстана Митимиром Шаймиевым. Они осмотрели Благовещенскую церковь и недавно построенную мечеть Кул-Шариф. А в 2016 году патриарх Кирилл принял участие в церемонии открытия памятника Гавриилу Державину в селе Лаишевы и совершил поездку на остров Свиярск. Это событие прошлого, но сейчас к главному на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огромные толпы и ожидания в очереди. Я не ожидала, что здесь такая очередь будет. Но в итоге уж раз доехали, постоим. Как в торговых центрах Казани соблюдаются правила безопасности и зачем здесь считают посетителей, знает Сергей Хайдаров. Отпуск без ограничений. Там и детей много, и людей много. И ходили без машек. Как соблюдаются меры защиты этим летом, и почему даже отдых на пляже может быть небезопасным? Об этом Зарина Ахметова. Аттракцион сломался прямо во время работы. Утром был ежедневный утренний обход и прием передачи, и допуски данного аттракциона. Чем закончилась поездка на веселых горках в Челнах, расскажет Вероника Гайнудинова. Новый некрополь в Казани. Это важная часть жизни для всех. Когда под Казани откроется новый похоронный комплекс, расскажет Рамиль Галиулян. Очереди перед торговыми центрами. Подсчет посетителей с помощью датчиков на входе и выходе и соблюдение всех мер предосторожности в помещении. Несмотря на то, что понедельник день рабочий, в торговых центрах не протолкнутся. Уже на подъезде к одному из них сегодня было видно очереди длинными змейками, растягивающиеся в разные стороны. Почему это не останавливало покупателей? И как в торговых центрах соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, увидел Сергей Хайдаров. Нет, не ожидали. Издевательство на передней. Минут 20 стоите? Примерно. Не устали еще ждать? Еще не устал. Увидеть сегодня такие длинные очереди у входа в торговые центры ожидали немногие. Все-таки понедельник, выходные прошли, а ажиотаж, как видно, нет. Это при том, что магазины работают уже пятый день. Прежде чем попасть внутрь, посетителям нужно постоять, подождать. Среди большим количествам посетителей мы были вынуждены временно ограничить. Кто-то стоит пять, кто десять, некоторые двадцать минут и даже по полчаса. Но уходить, как говорят, сами не собираются. Ребенок попросил футболку, решили заехать. Но я не ожидала, что здесь такая очередь будет. Но в итоге уж раз доехали, постоим. Будете до конца стоять? Ну да. Совсем чуть-чуть осталось. И прорвемся. Ну а пока не прорвались, приходится дышать друг другу в затылок. Пытаясь быстрее попасть в любимые магазины, посетители забывают про социальную дистанцию и свою безопасность. Если оно будет, то оно будет. Поэтому здесь какой-то такой вопрос. Здесь целенаправлено не прячемся от него. Как быть и кто должен контролировать безопасность в очередях торговых центров, сегодня разъяснял Роспотребнадзор Республики. Ведомстве посетителям порекомендовали не торопиться с покупками. Торговые центры не закроются, они будут работать. Поэтому для вашей же безопасности, если вдруг увидите, что доступ пока в этот торговый зал ограничен, но лучше прийти в другой день. Я думаю, что это не критично. Изнутри центр напоминает большой муравейник. Здесь, кстати, возле магазинов тоже нужно отстоять очередь. Количество посетителей считают в каждом отделе. Потом еще там стоять в эту раздевалку примерочную в время тоже не очень, но мы понимаем, что это нужно. Здесь мы сейчас видим количество людей, которые находятся в торговом центре. 4824 человека. Затем сколько людей заходят в торговый центр и сколько выходят, следят специальные датчики. У нас разделены потоки на вход и выход. И, соответственно, мы отслеживаем количество людей, которые сейчас находятся в торговом центре, для того, чтобы соблюдать необходимое количество и не превышать его. Маски одеваем обязательно. Без маски нельзя. Если забыли маску и перчатки, то вас не развернут, а предложат свои. Это предусмотрено во всех торговых центрах. А вот посетители, как мы увидели здесь, надевают средства защиты только при виде охраны или камеры. Почему вы не носите маску? Ну, потому что она не помогает. Наверное. Ну, она чисто декоративная какая-то. Какие правила и ограничения не вводи, выполнять их все равно самим людям. Поэтому собственная безопасность зависит только от вас. Проверять, как выполняются рекомендации в торговых центрах Роспотребнадзор будет уже на этой неделе. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Море, солнце, песок и забитые пляжи. В этом году целая волна отпускников хлынула на российские курорты. Отели загружены на 90%, при этом отдыхают курортники не только от работы, но и от средств защиты. Встретить человека с маской на лице редкость, а о социальной дистанции и речи нет. Подробнее о том, что из себя представляет отпуск в России 2020 и почему даже тюленей отдых может быть небезопасным, расскажет Зарина Ахметова. Так, итак, ребята, смотрим, что там происходит на пляжах. Очень много людей, теневые места вообще. Отдых в Анапе в этом году называют тихим ужасом. Увидеть такое количество людей на пляжах никто не ожидал. Желающих оказалось так много, что туристы в прямом смысле слова не умещаются на песке. Очевидцы пишут, на некоторых пляжах Сочи толкаться приходится даже в воде, а загорать только стоя. Если у нас в республике ограничения в связи с коронавирусом еще сохраняются, то на главных курортах страны об этом будто и не слышали. И это подтверждают наши коллеги Вероника Гвинудинова и Рамиль Галиулин. Сегодня у них первый день после отпуска. За две недели они успели побывать и в Крыму, и в Анапе. В Анапе вообще не встречала, конечно, никого в масках абсолютно, ни на улице, ни на пляже, ни в помещениях. О социальной дистанции, конечно, тоже речи быть не может. Вот пляжи городские, они переполнены. То же самое и в Крыму. Отдых здесь тоже в самом разгаре. Дистанцию никто не соблюдает ни на танцполе, ни в кафе. За две недели сложилось ощущение, что о пандемии они вообще не слышали. Вот честно, потому что все туристы, они в основном кушают, питаются в кафе. И вот знаешь, на входе ни табличек с предупреждениями, ни измерения температуры, ни какой-то дезинфекции, про которую тут у нас постоянно говорят. Вот. И не говоря уже о кальянах. Кальяны вроде бы запрещены, но там они в свободном доступе. Загорелыми и довольными возвращаются туристы из Симферополя. Отдохнули, говорят, не только от работы, но и от средств защиты. Не боялись ли вы лететь? Нет, не боялись. Там и детей много, и людей много. И ходили без масок. Именно в магазин, когда заходишь, маски одевает продавщица. Такого нет. На пляжах нет такого силы. Людей было достаточно. Мера защиты, знаете, никто не, как сказать, не соблюдал, и никто не заболел. В отпуске, уже переступая порог аэропорта, многие сразу же забывают про средства защиты. Снимают маски и перчатки. Объясняют это тем, что работа-то уже позади, и пришло время расслабиться по полной. Загрузка у туроператоров по пакетным турам стопроцентная. Вероятность забронировать хороший отель, говорят, уже практически нулевая. Оказаться не только на Черном море, но и среди моря людей уже никто не боится. Ажиотаж по поводу коронавируса, который был, и боязни немножко спал. Что касаемо российских курортов, подтверждение о справке о наличии коронавируса также не нужно. Наши туристы могут спокойно перемещаться из одного региона в другой. Но остается и те, кто ждет открытия границ. Так, по предварительным данным, с 3 августа в Казань должны прибыть самолеты из Турции. Число доступных пляжей станет больше. Но только ли с сувенирами и загаром вернутся домой туристы? Зарина Ахметова, Вадим Аларионов, ТНВ, Казань. В этом году вакцинации от коронавирусной инфекции, скорее всего, не будет. Об этом сообщила журналистом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. На сегодняшний день вакцина прошла клинические испытания, но в производство она еще не пошла. А на уровне региона пока нет никаких регламентирующих документов. Однако, по словам экспертов, это не стоит забывать про другие осенние инфекции, такие как грипп и ОРВИ. В этом году вакцинация закончится уже в сентябре и пройдет в короткие сроки, за месяц. Сейчас заявки на нее охватили половину населения республики. Основная масса заболевших, новой коронавирусной инфекцией, от гриппа была не привита. Поэтому все-таки мы считаем, что вакцинация от гриппа, она в том числе, возможно, и предохраняет, прежде всего, конечно же, от осложнений от вирусных пневмоний. В Татарстане сегодня подтверждено 33 новых случая коронавируса. Из них 2 завозные, 31 контактные. 6 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому. Большинство это жители Казани. Итого, в Татарстане всего зарегистрировано 5248 заболевших. Из них вылечились 4104 человека. В том числе 29 за минувшие сутки. В России число заболевших продолжает постепенно снижаться. Сегодня выявлено 5940 человек. Всего в мире за сутки зарегистрировано свыше 200 тысяч заражений. С начала лета в Татарстане произошло уже 46 несчастных случаев на воде. 44 человека погибли среди утонувших шестеро детей. Сегодня в Нурладском районе утонул 10-летний мальчик. Накануне вечером на реке Ик в Мензелинском районе утонул 54-летний водитель легковушки. Его машина рухнула в водоем, слетев с обрыва. Мужчину спасти не удалось. Еще один случай произошел в Болтасинском районе. Там возле села Нижняя Сосна в пруду утонул 35-летний мужчина. Он вместе с друзьями выпивал на берегу, а затем решил переплыть пруд. Но не доплыл. Основными причинами смертей на воде остается купание в необорудованных местах и в нетрезвом виде. Поездка на Веселых Горках в Челнах едва не закончилась трагедией. В выходные в развлекательном парке Автограда прямо во время работы сломался аттракцион. На нем сидели дети. Видео случившегося распространилось в соцсетях. Им заинтересовалась и прокуратура. Аттракцион Веселая Горка откатывал свой 20-й сеанс. Как вдруг во время поездки паровоз начал разваливаться, а передняя часть вагона оторвалась. Этот момент заснял один из посетителей парка. На замедленной съемке видно, в самой кабинке сидели двое детей. Утром был ежедневный утренний обход и прием передачи и допуске данного аттракциона, где участвуют и эксплуатация, и техническая часть. Аттракцион работал с 10 утра почти до 14 часов. За это время примерно произошло около 200 посадок-высадок. То есть, если говорить, что изначально с утра она была сломана, этого не могло быть. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. В дирекции парка уверяют, сломалась декоративная часть аттракциона. К несущим элементам конструкции она не относится. В горке прошли техническое обслуживание. Все было исправно. Ведь парк открылся за два дня до этого ЧП. Случившимся заинтересовались в прокуратуре Чулнов. Горизованная проверка по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка данного инцидента. В случае необходимости будут внесены акты реагирования. Сейчас остальные аттракционы в парке продолжают работать. Челнинцы говорят, открытия парка ждали. За безопасность не переживают. Вы знаете, я не могу сказать про все аттракционы, поэтому мы катаемся волей на таких-то спокойных. Прежде чем сесть, уж проглядываем. Как, что крепится, наблюдаем. Про безопасность считаю, что в принципе нормально все. Насчет безопасности. За детьми просто следить надо. С детьми, если на какие-то опасные, мы уж вместе с ними катаемся. А вот работа Веселых Горок сейчас приостановлена на неопределенный срок. Он заработает только после завершения проверки. Вероника Гайнудинова, Ильша Таюпов, Рамильзакиев, ТНВ, Набежные Чулны. Почему крымский лагерь ушел от ответа за массовое отравление детей из Татарстана, произошедшее год назад? Подробности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Казани разгорелся конфликт между застройщиком жилого массива и компанией, обслуживающей нефтепровод. Дело уже дошло до прокуратуры. Одни уверяют, что тяжелые автомобили могут подавить трубопровод в охранной зоне, что чревато техногенной катастрофой. Другие, что машины по грунтовой дороге не ездят. В сути проблемы разбирался Рамиль Шайдулин. Под колесами «Газели» нефтепровод. Здесь он пролегает уже много лет. Проблемы начались, когда рядом начали возводить жилой массив в Брайт-парк. Местные жители утверждают, что по этой грунтовой дороге на стройку ездят грузовые машины. До этого были только легковые. Ездят? А как же? Стройка же идет? Конечно, ездят. Здесь ездят большие грузы, но что я могу вам объяснить? Это же не должно ничего такого влиять. Компании, обслуживающие нефтепровод, считают тяжелые автомобили причиной возможной техногенной катастрофы. Труба находится под давлением. Заезжать сюда нельзя никакому транспорту, говорят в «Транснефть» в Прикамье. Нефтепровод первого класса опасности. Для решения проблемы, говорят, нужна установка специального кожуха. Иначе движение грозит прорывом трубы. Тогда нефтью зальет приблизительно 6,5 гектаров. Еще полгода назад мы выдали технические условия застройщику, для того, чтобы он этот переезд привел в соответствие. То есть соответствующий проект выполнил и усиление этого переезда. Его несущая способность, грубо говоря. Он за полгода ничего не сделал. Вот тот самый участок дороги, который может грозить прорывом. Под этими железнобетонными плитами толстые трубы, по которым постоянно и под большим напором идет нефть. Если их продавят, наружу может хлынуть больше 11 тонн. Компания-застройщик, в свою очередь, настаивает. Они к этому переезду отношения не имеют. Грузы на их стройку возят по другой дороге. В объезд охранной зоны. Вся наша строительная техника, она заезжает с стороны поселка Габишево. Наша строительная техника с стороны Браво-Матюшина не заезжает. Потому что транснефть с переками, они правы в том, что нефтепровод и экзопровод, это объекты повышенной опасности. И по ним проезд тяжелой техники, он запрещен. Чтобы расставить все точки над «ы», компания, обслуживающая нефтепровод, обратилась в прокуратуру. Я думаю, прокуратура изучит наше объяснение. Наверное, примет доводы и второй стороны, и соответствующие решения примет. В течение недели прокуратура должна установить, есть ли факт нарушения, и с чьей стороны, и принять соответствующее решение. Рамич Хайдулин, Шан Мухаметов, ТНВ, Лейшевский район. Сегодня Рустам Мениханов представил в ЦИК республики документы для регистрации кандидатом на должность президента Татарстана. 27 июня его выдвинула Единая Россия. Вместе с персональными данными сегодня были представлены подписи 4-6 муниципальных депутатов. Свою поддержку по закону нужно не менее 387. Руководителем предвыборного штаба Рустама Мениханова стал заместитель председателя Госсовета республики Юрий Комолтынов. Руководителем предвыборного штаба Рустама Мениханова стал заместитель председателя Госсовета регионального отделения Альмира Михеева. От коммунистов России на выборы идет Альфред Валеев. ЛДПР выдвинуло кандидатам Владимира Сурчилова. От партии Роста выдвинут Олег Коробченко. Документы всем кандидатам в ЦИК нужно подать до 29 июля. Решения о регистрации должны принять в течение 10 дней. То есть к 7 августа будут известны все зарегистрированные кандидаты. Выборы президента республики пройдут в единый день голосования 13 сентября. Кроме этого, сегодня Рустам Мениханов представил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Ими стали Рафис Бурганов, министр образования и науки, Ленар Сафин, министр транспорта и дорожного хозяйства, а также Александр Терентьев, заместитель руководителя аппарата президента республики. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора. Новые вызовы, связанные с пандемией, не помешали обеспечить непрерывное производство и повысить эффективность продукции. Сегодня в Доме правительства во главе с Рустамом Менихановым состоялось заседание Совета директоров Татнефти. Компания рассмотрела, как исполнили бюджет за первые полугодия 2020 года и утвердила план на август. Как отметил президент республики Татнефть, период пандемии оперативно организовала пошив масок и выпуск антисептиков не только для нужд компании, но и для жителей Юго-Востока республики. Также Совет директоров выслушал данные о реализации целей устойчивого развития чистая вода и санитария по глобальному договору ООН. В условиях пандемии базовые предприятия нефтегазохимического комплекса республики с начала года снизили выпуск на 6%. Об этом сообщили на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Его провел Рустам Мениханов. Как отметили, финансовые результаты ухудшились из-за сокращения спроса и низких цен на продукцию. Кроме того, был рассмотрен ряд инновационных проектов. А также стало известно, что в сентябре на Казань-Экспо пройдет ежегодный нефтегазохимический форум. Рустам Мениханов назвал его одним из главных событий для республики. Будем готовить в рамках обеспечения безопасности. Надо, конечно, и состав должен быть, и возможности поэтому отработать, подготовить проект моих поручений. Это, на самом деле, самый главный форум для нашей республики. Наша республика нефтяная, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая. И, конечно, она должна быть таким центром. Сегодня Рустам Мениханову представили нового генерального директора «Газпром Межрегион Газ Казань». Им стал Ренат Сабиров. На этом посту он сменил Рената Ханбикова, который возглавлял «Газпром Межрегион Газ Казань» с 1998 года. Новому руководителю 53 года он окончил КГУ, кандидат химических наук. С 2010 по июля этого года работал помощником президента республики Татарстан. В качестве нового руководителя коллективу «Газпром Межрегион Газ Казань» Рената Сабирова представил Алексей Писошин. Как отметил премьер-министр, с 2015 года в республике фиксируется снижение уровня задолженности. Прежним руководством была проделана большая работа по укреплению платежной дисциплины. Ренату Ханбикову Алексей Писошин вручил медаль ордена за заслуги перед республикой Татарстан. А Ренату Сабирову пожелал успехов на новой ответственной должности. Как сообщили, Ренат Ханбиков останется в компании в должности советника генерального директора. В Татарстане снизилось число зарегистрированных разбоев, краж и грабежей, умышленного причинения вреда здоровью. Такие данные сегодня привели на коллегии республиканского МВД. Ее провел премьер Алексей Писошин. На заседание подвели итоги шести месяцев этого года. Как доложил Артем Хохорин, за это время зарегистрировано свыше 27 тысяч преступлений. Раскрыто почти каждое второе. Министр отметил, приоритетом в работе МВД определено противодействие оргпреступности вовлечения молодежи в ОПГ. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить взрывного роста хулиганства и снизить их общественный резонанс. Кроме этого, принятые меры позволили существенно повысить эффективность работы органов внутренних дел. Это касается работы с мигрантами, ситуации на дорогах и административного надзора. Сегодня Владимир Путин в Керчи заложил новый вертолетоносец, названный в честь казанца Ивана Рогова. Генерал-полковник береговой службы, был заместителем народного комиссара ВМФ СССР. В 40-е годы служил заместителем командующего войсками Прибалтийского военного округа. Судно строится на крымском заводе «Залив» под контрольным корпорацией «Акбарс» из Татарстана. Новые вертолетыоносец эксперты называют усовершенствованной версией французского мистраля. Как отметил Владимир Путин, новая техника будет оснащена передовыми системами вооружения и укрепит боевой потенциал наших ВМФ. За Зеленодольцев, как и других корабелов, страны уже по праву можно гордиться. Гордимся профессионализмом и мастерством тех, кто в Керчи и Северодвинске, в Санкт-Петербурге и Калининграде, в Большом Камне во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, в других наших предприятиях строит отечественный флот. Новый похоронный комплекс «Курган» под Казанию откроется 10 августа. Об этом сегодня сообщили на совещании в мэрии. В состав комплекса войдут два общественных кладбища, более чем на 147 тысяч захоронений. В планах и строительство крематория Рамиль Галиолин продолжит эту тему. Вопрос о закладке нового некрополя назрел давно. Всего в границах города 34 кладбища и все они переполнены. Решить эту проблему и должен новый погребальный комплекс «Курган» у трассы М7 близ села Званка. Новый похоронный комплекс впечатляет своим масштабом. 100 гектаров разбиты на 4 аллеи. Как мы видим, согласно схеме, здесь справа будут хоронить мусульман, левая часть предназначена для православных. Здесь проложены тротуары, налажены все необходимые коммуникации, посажены деревья. На территории «Кургана» несколько капитальных строений, административные здания, хозблок, ротонда и несколько помещений для прощания с умершими. Для удобства посетителей парковка на 500 машин. Мы получали большое количество обращений горожан. Это важная часть жизни для всех. К сожалению, в жизни каждый с этим сталкивается, провожая родных, близких, старшее поколение. На новом погребальном комплексе созданы все достойные условия. На участке также предусмотрена отдельная месса для захоронения участников Великой Отечественной и ветеранов боевых действий. Устанавливать ограды здесь будет запрещено. Всего комплекс рассчитан больше, чем на 147 тысяч захоронений. По подсчетам, нового некрополя должно хватить на ближайшие 30 лет. Однако мы смотрим и дальше 30 лет. Президентам Республики Тавстан выдано поручение проработать предложение о строительстве похоронного дома с одной кремационной пищей в составе нового похоронного комплекса. Встретят первые траурные процессии новое кладбище 10 августа. Рамиль Галюлин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Мы, татары, говорят они и шлют поздравления со всего мира. С этой недели наш телеканал проложит телевизионный мост между татарами, которые проживают во всех континентах и покажет их видеопоздравления со столетием ТССР. Рубрика так и называется «Мы, татары». Именно эти строчки есть в замечательном стихотворении поэтессы Шамсии Зигангировой. Через эти слова она сумела передать дух народа и его единства. Ты стал неузнаваем, Татарстан. Мы, татары, но в султана. Казахстан, Узбекистан, Оренбург, Челябинск, Удмуртия. Десятки регионов России и зарубежья. Татары со всего мира присылают поздравления. И увидеть их вы сможете в нашей новой рубрике «Мы, татары». Она будет выходить в эфир два раза в неделю, в среду и пятницу. Я с большой, огромной радостью восприняла программу новую. Я желаю, чтобы жизнь этой программы, передачи, была долгой и долгой. И чтобы она приносила пользу не только татарам, но всем народам, которые проживают в России, в нашей республике. «Мы, татары» Шамсия Зигангирова в своем стихотворении смогла найти слова, которые наиболее точно передают единство и дружбу нашего народа. Да и она сама часто общается с татарами, которые проживают в разных странах. Не только сами татары гордятся, что они татарами родились на этот свет, но и другие нации, другие народы обожают наших татар. Потому что они трудолюбивы, они любят свой язык. Эту рубрику мы посвящаем 100-летию ТССР. С самого начала года наш канал освещает юбилейные события. Это и специальные выпуски программ, новые рубрики и репортажи из серии «История в детали». Заглядывая в прошлое, в историю ТССР, возникают такие горделевые мысли, такие чувства, что мы не зря проживаем. Так что ждать новую порцию теплых поздравлений будет теперь не только Шамсия Зигангирова, но и наши соотечественники со всего мира. Вот видят друг друга, изучая опыт, мне кажется, у них возбудится еще гордость, что они родились на этот свет татарами. Рубрика «Мы татары» не только для татар. Поздравления адресованы каждому, кто любит свою республику и гордится ее историей. И кто, несмотря на годы и расстояния, хранит любовь к родине. И она все крепче. «Желаю своей исторической родине процветания, благополучия, мира и успехов». Светлана Спирина, Гульнас Михалилова, Ренат Сафин, ТНВ. Завтра православные будут отмечать День Казанской иконы Божьей Матери. От традиционного крестного хода пришлось отказаться из-за пандемии, но торжества, посвященные чудотворному образу, решили провести. Сегодня у стен восстановленного собора провели всеночное бдение, где собрались десятки верующих. Как это было, увидела Зарина Ахметова. Несмотря на пандемию, пропустить всеночное бдение православные не могли. Людей много, но все стараются соблюдать социальную дистанцию. Богослужение проходит на площади, возле восстановленного собора Казанской иконы Божьей Матери. Именно здесь, по преданию, девятилетняя Матрона обнаружила чудотворный образ, который сохранился после пожара. До этого Богородица трижды являлась маленькой дочерью казанского купца. И эта волшебная история до сих пор укрепляет веру многих. Это, конечно, для нас очень большое значение. Это радость для нас, для всех, потому что именно воссоздан храм такой, какой он был. В 18-м году я заболела, у меня гематология. Была прикована к поселии. Я год вообще не могла ходить. Сын привел с друзьями меня сюда, на руках, к иконе Казанской Божьей Матери. Через три месяца я стала ходить. Уже завтра православный мир будет отмечать день Казанской иконы Божьей Матери. Но традиционного шествия в этом году пришлось отказаться. Ежегодно крестный ход в Казани собирает сотни тысяч православных. И их здоровье, говорят, куда важнее. На этом торжества в честь дня Казанской иконы Божьей Матери не завершаются. Завтра в 9 утра здесь, на площади возле собора, начнется божественная литургия. Зарина Ахмедов, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. О погоде в продолжении выпуска у нас пока все. До встречи в 21.30. Всего вам доброго. Субтитры делал DimaTorzok Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. Здравствуйте. Проливные дожди напоили землю влагой, а температура опустилась до комфортных значений. О погоде на 21 июля после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь в своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода» во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо будет затянуто облаками. Местами прольются дожди, но будет тепло плюс 25. На северо-востоке в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге переменная облачность. Местами дождь и также 25 градусов выше нуля. В Агрызи, Менделеевске, Актаныши ожидаются дожди и комфортный температурный фон 26 градусов. А вот в Арске, в Кукмаре, Балтаси будет холоднее, чем в остальных районах Татарстана. Тут плюс 22, временами также с дождем. Пасмурная погода сохраняется и в Болгарии, в Буинске, Држаном. Тут также не обойдется без дождей, 25 градусов со знаком плюс. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыши дождливо, но довольно тепло, плюс 26. Изнуряющая жара осталась в прошлом, и на смену ей в республику пришла прохлада. В среду существенных изменений в погоде не ожидается. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова всё повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривлённый позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нервы и сосуды. Боль уходит. Возвращается лёгкость движений. Большой выбор садовых цветов «Докохимиков» с 21 по 22 июля 2020 года с 10 до 18 часов. В Казани во вторник будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ночью плюс 16, дневная температура 23 градуса выше нуля. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы. 748 мм ртудного столба, влажность воздуха 71%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде всё. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин